Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу с певицей и композитором Ириной Грибулиной. Встреча состоялась в конце сентября, когда певица приезжала с сольным концертом в Красноярск. О музыке, творчестве, шоу-бизнесе и умных женщинах в сегодняшнем интервью. Ирина, смотрите. Я помню ваше выступление в конце 80-х. Тогда был пик популярности. После чего вы уезжали за границу. Чем вы занимаетесь сейчас? Что вы сейчас делаете? Понятно, что музыка. Все то же самое. Понятно, что музыка. Во-первых, я воспитываю 13-летнюю дочь, что очень непросто и занимает огромное количество моего времени. Во-вторых, я, естественно, пишу музыку и очень много гастролирую. На меня сейчас новая волна востребованности такая накатила. И я просто стараюсь уже прорежать эти предложения гастрольные. Хотя очень хочется, но не могу еще позволить себе оставить надолго дочку. Возраст, сами понимаете, такой непростой. Вот. Плюс я занимаюсь продюсированием. Продюсированием и мастер-классами для молодых певцов и певиц. Вот сейчас ваш проект... Есть какой-то проект, на котором вы работаете очень плотно? Я сейчас очень плотно работаю над проектом Наташи Богатской. Это новая звездочка. Девочка. Почему говорю звездочка? Не люблю слово звезда. Звездочка, потому что она по-человечески звездочка. Она очень теплая, очень милая, очень нежная, красивая, очень трудолюбивая девочка, молодая. Она сама из... под Тюмени. Душа у нее северная, то бишь теплая, то бишь искренняя. И я даже специально для нее написала песню «Северная любовь». Вот. Девочка, которая вырвалась за год в рейтингах просто на первое место, как лучшая певица года. И с моими песнями, которые тоже классифицируются как лучшие песни года. Если, например, у каких-то очень известных звезд в месяц, для сравнения говорю, было 300-400 скачиваний с эфиров, то у Наташи Богатской от 5 тысяч и выше с моими песнями. А вам как приятнее самой свои песни петь или все-таки отдавать другим? Это разные вещи. Вот не возникает ревности когда-то другая? Нет. Ревности не может быть. Это все равно как твой ребенок. К ребенку уже не возникает ревности, если он перегоняет тебя. Ревность в другом, я имею в виду. Что человек берет ваше творение, поет, и все равно как-то, может быть, где-то не так, где-то что-то не то. Все люди индивидуальности. И если я вытаскиваю из человека и слух, и голос, и харизму, и какие-то необыкновенные субтоны, которые свойственны только этому голосу, мне очень часто говорят, зачем ты за это берешься, ты видишь, что у человека нет голоса, у человека нет слух. У человека абсолютно нет данных для того, чтобы быть певцом или певицей. Я говорю, нет. Данные есть у всех, только они глубоко внутри. И никто об этом не знает. Просто иногда люди не принимают в музыкальную школу и говорят, что ваш мальчик или ваша девочка абсолютно не способны. Поэтому это, кстати, редкий дар, это я здесь сейчас о себе говорю, из человека вытащить совершенно необыкновенные вещи, в которые никто не верит. То есть любого человека можно научить петь, даже тот, у которого нет... Вы знаете, научить петь сейчас очень легко. Существует компьютер, который вытягивает нотки, и получается очень красиво. А вот вытянуть то, что есть в душе, вы поймите, что техники можно научить. Можно даже еще раз повторяюсь, это сделать через компьютер, сделать обработку голоса, сделать бэк-вокалы, сделать различные технические такие штучки, которые из обычного голоса сделают просто вам сэрат-кабалье. Дело же не в этом. Дело в том, чтобы увидеть в человеке внутреннюю харизму, внутреннюю музыкальность, свой субтон, свой тембр, свойственник только этому человеку. Вот тогда это интересно. Для меня голос всегда был на втором плане. Почему я так много работала с драматическими актерами, среди которых и Николай Караченцев, и покойный Николай Еременко-младший. У нас с ним песня, которую мы записали до этого, мы даже сняли клип, теперь это раритет, и Людмила Марковна Гурченко, и очень много-много-много звезд театра и кино, и тот же Сережа Шакуров, и тот же Саша покойный Абдулов. К сожалению, уходят мои друзья, которые исполняли мои песни. Почему я так люблю работать с драматическими актерами? Я не гонюсь за голосом каким-то огромным, я гонюсь за внутренним нервом, за тем, что делает песню, песней, новеллой, рассказом, которая может выбить слезу, или заставить смеяться, или пережить свою жизнь заново. Ну вот, когда приходит, например, молодой человек из Гнесинки, с роскошным голосом, и стоит со стеклянными глазами, и мне «А!», и я вижу, что там дуб дубом, и при всей роскошности, и может быть, даже иногда трехоктавности голоса, я понимаю, что мне неинтересно работать с этим певцом. Вам когда было интереснее, когда были, конец 80-х, когда был такой вот пик популярности, показывали по телевизору, вы выступали в «Утренней почте», вы вели кучу программ, да, вот тот же «Ширикруг», да, если я не ошибаюсь, да? Нет, не ошибаюсь. И будильники, и в субботу вечером ночные каналы, и у меня даже была своя музыкальная, молодежная программа, музыкальный клуб, где я делала «Алло, мы ищем таланты» еще задолго до этой передачи. И открыла там, например, Виктора Чайку, который приехал в Москву, его еще никто не знал, и я услышала его песни, заорала «Ура, ура!». Я очень люблю талантливых людей, я не отношусь к разряду ревнивых звезд, которые не любят возле себя талантливых людей. Я возле себя серости не люблю, я не люблю возле себя некрасивых, я не люблю возле себя... А некрасивость — это не есть некрасивость природная, это неумение подать себе, это серость. Я не люблю неталантливых, я не люблю таких совершенно примитивных людей. Когда я вижу или слышу что-то из ряда вон выходящее, я сразу кричу «Эврика, ура!» И с удовольствием общаюсь и окружаю себя именно такими людьми. Так вы когда было интереснее, тогда или сейчас вам интереснее жить? Не всегда интересно жить. Тогда по-своему было интересно жить. Сейчас совершенно другая палитра жизни, краски другие. Давайте честно скажем, сейчас вы на телевидении не появляетесь. Потому что у меня 15 с лишним лет не было в Союзе, а потом я приехала и родила ребенка и ушла в материнство. Я же сознательно это сделала. И представьте себе, что за эти годы родилась целая плеяда новых редакторов, девочки и мальчики, которым было может быть там 3 или 5 лет, когда я уехала из страны. И сегодня они могут просто не знать, кто такая Ирина Грибулина. Мне обидно не за себя, мне обидно за ту публику, которая тоннами присылает мне письма. Уже теперь, слава богу, в электронном виде они. Ручкой или карандашиком, как раньше было. Где вас услышать? Куда приехать на ваш концерт? За мной люди в другие города ездят, чтобы попасть на мои концерты. Вот у меня сейчас вам просто приблизительное расписание скажу ближайшего месяца. 29-го у меня день рождения, сентября. И в честь дня рождения 30-го в Москве я отдаю сольный концерт. Будут снимать телевидение, будут приходить поздравлять меня мои друзья-звезды, политики, врачи, ученые. Потом с 3-го по 17-го у меня гастроли в Сочи и у меня эксклюзивные концерты в Турции по личному приглашению президента Турции. Я еду работать туда. Потом я приезжаю 28-го, 29-го, у меня сольные концерты в Санкт-Петербурге. Вот октября. И дальше так, и так, и так, и так идет. Вы сказали, что придут ваши друзья, политики, врачи, ученые. Именно друзья. Не те, кто нужен, а именно друзья. Потому что я дружу с интересными и талантливыми людьми в разных сферах деятельности. Вы не назвали среди них музыкантов. У вас есть среди музыкантов? Среди музыкантов есть. И певцов? Среди шоу-бизнеса нет. Это разные вещи. Из музыкантов? Музыканты. Из музыкантов. Ну, у меня есть замечательные друзья. Например, тот же, та же династия Бриль. Джазовые, гениальные музыканты. Вот. Скрипачи, знаменитые, там какие-то потрясающие, может быть, и не совсем известные молодые музыканты, классические. Музыканты, да, шоу-бизнес нет. Актеры, да, шоу-бизнес нет. Я не дружу с представителями шоу-бизнеса. В то же время я читал, что вы все-таки одним из любимых своих исполнителей. Называете Иосифа Кобзона и Валерия Леонтьева, с кем вам было интересно работать. И я до сих пор работаю с Иосифом Давыдовичем. Не далее, как 11 сентября я была у него на дне рождения, и за ночь перед этим днем написала песню посвящения его вновь рожденному внуку. У него же очень много внучек, и только был один внук. А сейчас дочка ему, Наташенька, родила четвертого ребенка, три девочки и четвертый внук. И я ночью написала песню посвящения внуку и подарила Иосиф Давыдовичу на дни рождения. А говорите, не дружите с шоу-бизнесом. И Иосиф Давыдович это не шоу-бизнес. Или Кобзон не относится к шоу-бизнесу? Я его не отношу к шоу-бизнесу, я его отношу к совершенно категории космической личности. Личности во всех отношениях просто потрясающей. Я его очень люблю, и он меня знает с детства. Очень люблю его жену Нелли, она моя подруга. Дело в том, что я в шоу-бизнесе ни с кем не ссорюсь, а со всеми в хороших отношениях. Я просто не имею близких друзей и не имею желания такого с кем-то очень близко дружить. Моя очень близкая и любимая подруга, наша очаровательная актриса Лариса Удовиченко. Она крестная мама моей дочки Насти. Вот это мой близкий друг. И очень много лет мы рядом и понимаем друг друга просто необыкновенно. И нас очень часто спрашивали, вот вы две такие вот известные, вы такие вот. Хорошенькие женщины, вы появляетесь в компании, вы не делите мужчин. Вот более глупые, а даже видите, микрофон начала забивать от возмущения. Более глупые фразы я себе не представляю. Делить мужчин могут дуры. А если мы с ней знаем, как мы дороги друг другу, и знаем цену. Что существует женская дружба вопреки нашему мужскому мнению? Да, да. Вот мы с ней уже дружим, я не знаю, лет 20, если не больше. И мы так смеемся всегда, когда приходится нам отвечать на подобные вопросы. И мы вообще всегда стараемся, если у нас есть возможность, смыться вдвоем и от мужиков убежать, и болтать, болтать. Так как она все время снимается, мы редко видимся. О чем болтаете? О книгах, о фильмах, но не о мужчинах, честно скажу. О детях, о каких-то переживаниях эмоциональных, связанных. Например, мы можем с Ларой рыдать, когда посмотрели какой-то фильм Буниуэля старый. Или прочитали какую-то книгу, вновь перечитали что-то из Набокова, или что-то из новых каких-то писателей, которые трогают нас. Потому что мы умные. О дурочке, они будут говорить о силиконовых губах, о мужиках, о рублевке, о поездке, о том, как снять очередного дядьку с кошельком. А нам это не надо, мы самодостаточные. Вот когда женщина самодостаточная, между ними и может возникнуть настоящая мужская дружба. А вот вы сказали, мы умные, но ведь мужчины же, знаете, они же боятся умных женщин. Боятся, поэтому я не замужем, и Лариса не замужем. И я вам могу очень много моих подруг назвать умных, которые не замужем. Но, опять-таки, мы не стремимся к замужеству. Мы уже сходили туда, мы уже прочувствовали это, мы уже как бы этот опыт пережили. У нас есть с Ларисой дочери, то есть и материнство реализовано. Поэтому те, кто стремятся, может быть, для них это единственная возможность самореализации. А когда есть самореализация в сцене, в экране, в творчестве, естественно, мужчине уже не будет уделяться такое значение и такое внимание в нашей жизни. Давайте вернусь к музыке, все-таки к шоу-бизнесу. Я хотел бы так. Все-таки из шоу-бизнеса из нашего кто-то вам нравится? Есть кто-то, кого вы можете отметить? Понимаете, я не хочу обсуждать эти темы, потому что забудешь назвать кого-то, назовешь кого-то другого. А, кстати, мы в Красноярске, я думаю, что... Дело не в этом. Я для себя внутри всегда очень переживаю, если я что-то сказала не так. Я очень такая совестливая. Хорошо, возьмем тогда не наш шоу-бизнес, да? Мы возьмем американский. Кто вам нравится? Ваш вкус, хотел бы узнать. Ну, по-разному вкус. У меня дочка моя молодая, 13-летняя, она слушает, например, сейчас Селину Гомес, девочку молоденькую, 16-летнюю. И я вынуждена, не без удовольствия, слушать поколение 16-летних в американском шоу-бизнесе. Естественно, я считаю большой работягой Мадонну, как бы кто бы ни плевался, я, например, с большим удовольствием всегда смотрю, как она работает. Несмотря на то, что она может работать иногда под фонограмму, другой уровень, другое качество шоу-бизнеса, понимаете? Как вы относитесь к тому, что песни распространяются по интернету, песни расходятся сейчас практически неконтролируемо? С одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо. Плохо отношусь чисто с коммерческой точки зрения, потому что композиторы и поэты абсолютно не контролируют авторские гонорары, авторские права. И это не очень приятно, потому что все на самотек. Вот с одной стороны, отношусь плохо, что бесконтрольность, а с другой стороны, народу сейчас предлагается выбор в интернете. Если телевидение навязывает, то в интернете человек может найти для себя то, что он хочет слушать. И скачивать, и петь те песни, и запоминать те песни, которые ему близки. Поэтому здесь как бы палка о двух концах. Сегодня о музыке, творчестве, шоу-бизнесе и умных женщинах мы беседовали с певицей и композитором Ириной Грибулиной. Фрагменты, не вошедшие в интервью, вы можете посмотреть в блогах на сайте ORTVTV.ru